Мы продолжаем проверку пляжей. На этот раз мы переместились в Андреевку. Здесь прибрежная зона разделена на несколько небольших пляжей. Оборудованы для купания только два. Их мы и будем проверять. Сразу порадовало, что на пляже очень много информационных табличек с номерами экстренных служб, правилами поведения на воде и информацией о температуре. На территории есть мусорные баки, что тоже немаловажно. И одна спасательная вышка. Спасатель на месте. В воде никакого мусора я не вижу. Единственное, что у нас слегка мутноватая после шторма. Сам пляж в общем тоже чистый, но есть вот такие вот недочеты в виде бумажек, пластикового стаканчика и различного пластика от бутылок. Это плохо. Мусора быть не должно. Оператор обязан следить за чистотой. Еще один критерий оценки – наличие детской зоны для купания. Ее нет. Но администрация пляжа поясняет. Буйки и оградительную ленту детской территории временно убрали. Детская зона находится сейчас. Ее сняли, потому что шторм, видите. Поэтому сейчас сняли. А так вообще всегда шторм утихает. Мы ставим ее на место. Потому что отрывает груза. Ну, то есть никакая веревка не может удержать в целом. Как только море успокоится, пообещал оператор, все вернут на место. Идем искать пандусы для маломобильных групп населения. Нашли, но не сразу. На наш взгляд, они находятся далековато от берега. Снижаем бал. Проверяем теперь раздевалки. Я вижу, что в принципе в раздевалках чисто. Вот тут даже есть крючок. Но сама конструкция, как мне кажется, не особо надежная. Пройдем во вторую кабинку. А вот тут уже крючка нету. Навесы и лежаки тоже есть. Лежаки в принципе в хорошем состоянии. Нигде ничего не сломано. Арендовать такой лежак будет стоить 250 рублей. Единственное, что меня смущает, так это вот этот вот небольшой минус. Немножечко оторвался навес, и его почему-то до сих пор никто не приделал. Имеется на территории и душевые. Их много. Сами отдыхающие не скрывают. В целом пляжем довольны. Мы здесь отдыхаем очень давно. Я еще приезжала вот такой девочкой сюда. Сейчас у меня здесь отдыхает внучка. Очень хорошо начинают благоустраивать пляж. Раньше он просто был дикий, как вот с той стороны. А сейчас цивилизация приходит в Андреевку. Ну и напоследок проверяем туалеты. Они находятся недалеко от душевых. Правда, чтобы до них добраться, нужно подняться по лестнице. Это минус, но есть и плюс отдельная кабинка для маломобильных граждан. Туалет в целом чистый. Ничего ужасного я тут не вижу. Правда, чувствуется немножко неприятный запах от туалета. Во второй кабинке чисто. И в третьей кабинке тоже чисто. Подведем итог нашей проверки. Снимаем 2 балла за небольшой мусор на берегу. Туалеты есть, чистые и даже для маломобильных групп населения. Но далеко. Поэтому только 8 баллов. Спасатели на вышках 10 баллов. Душевые работают. Детской зоны нет из-за шторма. Проверим на слово и поставим 10 баллов. О маломобильных оператор позаботился. Но пандусы расположены не совсем удобно. 8 баллов. За раздевалки, информационное табло, навесы и лежаки пляж получает 28 баллов. Итого 92 из 100 возможных. К посещению пляж Андреевка советуем. Валерия Огнева, Михаил Волобуев. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова